Первый канал и компания «Телеформат» представляют Девушка, ты осторожна! Не подходи! Не подходи! Не подходи за мной! Не подходи! У меня есть мистолет! Да спокойно, спокойно. Я только помочь хотел. Нет, люди! Помогите! Помогите же! Да не кричите вы так. Я не преступник. Скорее наоборот. Я частный детектив. Частный детектив? А что вам от меня надо? Да ничего. Просто увидел, что девушка споткнулась. Помочь хотела. Давайте руку. Ай! Ай, рука больна. Перелом, наверное. Так, тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Пальцами пошевелите. Да нет. Ну похоже, переломы нет, раз пальцы шевелятся. Вот что. У меня вот там машина, там есть аптечка. Давайте посмотрим, что можно сделать. Похоже растяжение? Или вы все еще боитесь? Да я теперь всего на свете боюсь. Ну ладно, пойдемте. Меня зовут Вика Мельникова. Вика, вы расскажите, почему вы думаете, что кто-то придет и вас убьет? Вы, наверное, думаете, я из психушки сбежала? Девушку одну. Мы с ней вместе работали. Убили недавно. Ножом зарезали. Да я понимаю, это ужасно. А вы-то здесь при чем? Попробуй по порядку. Ай, больно. В общем, я со школы с двумя девчонками дружила. Настей и Ритой. И на работу мы вместе устроились. Все было шоколадно, пока не появился мужик. У кого? Да ни у кого. В офис пришел работать. Вадим зовут. Красивый такой, интересный. Машина у него дорогущая, спортом занимается. И неженатый. А у нас в офисе одни девчонки работают. Ну, представляю, что у вас там началось. Да, война настоящая. Представляете, мне один раз даже на корпоративе в туфли стекла толченого насыпали. Мы с Настей и Ритой втюрили с него и поссорились. А он стал за Настей ухаживать. Ну, конечно, они все скрывали, но мы-то знали. И тут Настю находят убитой, зарезанной в лесу. А убийцу не нашли. Да. Ну, вот что, Вика, я закончил. Давайте-ка я вас отвезу домой, чтобы вас больше уже никто не напугал. Ну, а почему вы решили, что Настю убили из-за любовной истории? Я не думаю, а знаю. Я знаю, кто это сделал. Рита. Ваша подруга детства? Она. Она в Вадима так втрескалась, что мать родную готова грохнуть. А если ей что-то надо, она по трупам пойдет. Что, и зарезать может? Ну, я же не говорю, что она сама убивала. У нее очень много друзей среди бандитов. Она даже с одним авторитетом встречалась. И вот, когда Настю убили, она мне прямо так и заявила. Если будешь к Вадиму клеиться, с тобой то же самое будет. А вы что? А я что? В последнее время Вадим как специально ко мне приставать начал. Ритка заметила, бесится. Мне хочется и колется. Почти приехали. Направо. О, привет. Это моя сестра Таня и Олег. Очень приятно. Давай помогу. Пусть ребята на лифте поедут, а мы с вами пешком. Ладно? Вика, а если не секрет, что с вашей сестрой? В ДТП попала. А Олег это? Это Танин ухажер. С пятого класса в нее влюблен. Под окнами торчал, стихии писал. Она над ним смеялась. А почему? Дуреха, потому что. Ей все время мажоры нравились. А он не из богатой семьи, спортом никогда не занимался. А теперь вот каждый день на своем горбу ее коляску таскает. А эти мажоры, где они? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Викусь, мы тебя уже ждем. Танюша предупредила, что ты с кавалером. Здравствуйте. Мамуля, ты не кавалер, а частный детектив. Частный детектив? Ты решила обратиться к детективу? Ну, слава богу, молодец. Я уже и сама хотела. Вы в курсе, что у нас случилось? Ну, это же ужас просто какой-то. А мы так боимся, что с Викой что-нибудь случится. Вы знаете, ей уже угрожали. Не надо грузить Алексея Викторовича нашими проблемами. Мы лучшие лишние деньги на лечение Танюшины потратим. Ну, и зря. Хватит на меня тратиться. Нет, Танюшенька, не зря. Мне на работе обещали дать телефон очень хорошего профессора. Мам, скажи ей. Да, Вика, все хватит. Хватит. Ну, ты на себя посмотри. Ты же все извелась, изнервничалась. А я? Ну, ты чуть задержишься на работе, я кроваволу глотаю. Вы не слушайте ее. Не слушайте. Вы нам очень нужны. Ну, раз очень нужно. Вы, главное, нас в курсе держите. Мы же волнуемся. Приветствую. На следующий день детектив Насонов встретился со следователем Виктором Григорьевичем Нечаемым. который вел дело Насти Кокониной. К версии, выдвинутой Викой, Григорьевич отнесся с недоверием. И она это что, серьезно, что ли, а? Одна офисная фифа убила другую офисную фифу из-за мужика? Ну, а почему бы нет? Да это только в сериалах бывает, там, в «Сарта Барбаре» всякой. И потом, у Кокониной с Вадимом Шестаковым ничего не было. Да, вот офисы у них говорят. В этом офисе работают одни бабы. Они тебе там такого наговорят, только слушай. Я им прямо задал вопрос. С чего они взяли, что у них был роман? И заметь, ни одна из них внятно не ответила. Они видели, как он на нее посмотрел, как она ему улыбнулась. И родители Кокониной говорят, что мужика у нее не было. Ну, родители-то знают. Ну, сам посуди. Она ведь с ними жила. Ну, и кто, по-твоему, ее убил? Да бомбил отморозок. Она остановила попутку. Он ее подальше завез и зарезал. Ты же знаешь, что даже у отморозка должен быть мотив. Она что, была ограблена, изнасилована? Здесь-то вот об этом вообще не словно. Да не успел, кто-то спугнул его. А я смотрю, тебе все больше любовная история и нравится, да? В общем так, у нас новая клиентка. У нее убили подругу по работе. Ну, в общем так, у следствия своей версии есть, а мы будем проверять версию Вики. Что к убийству Насти Кокониной причастны Риты? Именно. Поэтому ты срочно устраиваешься на работу фирмы Гигабайт Плюс. Вика сказала, что там есть вакансия секретарши на ресепшн. Место удачное. Будешь видеть, кто приходит, кто уходит. И со всеми познакомишься. Мм, да у нас тут новенькие. Привет, я Вадим. Надо же, первый раз в жизни не опоздал. А вы любите поспать? Да нет, бегаю по утрам. Ну, иногда опаздываю. А ты тоже спортом занимаешься? Как вы догадались? Обычно девушки с такой фигурой очень спортивные. Дай мне ключик от 209-го. Угу, 209-й это мой кабинет. Будешь мне чай приносить. Умеешь готовить тибетский чай? А что это? Ни разу не пробовала. У нас на Дальнем Востоке только такой чай пьют. Где? На Дальнем Востоке. Не была? У нас там сопки. Ладно, увидимся. Забалуй его 208-й. 207-й? 208-й. Если у тебя интеллект такой же, как и слух, долго ты здесь не задержишься. А если будешь глазки всем строить вместо того, чтобы работать, вылетишь отсюда прямо завтра, поняла? А ты отдел кадров, что ли? Что-то не помню я, чтобы ты меня на работу принимала. В тот же день Кате удалось подслушать весьма интересный разговор. Ну что ты бегаешь от меня, а? Что, как Настю убили? Не к кому стало клеиться? Да ну не было у меня ничего с Настей. Вот достали. Сначала следак вызывает. Расскажите об отношениях с Кокониной. Теперь вот ты. Ну зачем мне Настя, если у меня есть ты? Давай, может сходим куда-нибудь, а? В выходные. На выходных я не могу. О, а если ты с нами на дачу поедешь, Новый год встретить? У тебя как раз машина есть. Еще какой Новый год? Ну понимаешь, у меня сестра настоящий Новый год пропустила. Потому что в больнице провалялась. И мы ей хотим праздник устроить. Чтобы не обидно было. Нет, я, конечно, очень сочувствую твоей сестре и все такое. Но может лучше в кино? Нет, Вадим, понимаешь, я не могу. Девчонке всего восемнадцать. Она в адмалинной коляске. Тоже праздники, вечеринки любит. Тогда в другой раз. Нет. Если у нас все серьезно, ты должен поехать. Заодно с моими познакомишься. Ладно, ладно. Хорошо. Так давай не будем тут болтать об этом. А то сплетни сама понимаешь. Знаешь, я тоже самое хотела предложить. Я тебя предупреждала? Предупреждала. Какого хрена ты вешаешься на него? На лестнице подкарауливаешь? Да ты сама. Скоро юбку задирать прямо на совещании начнешь. Ты сама-то что на той лестнице делала? Караулила его, как всегда? Не твое дело. Ты ему нафиг не нужна. У нас все серьезно. Ты за бортом, подруга, смирись с этим. Это у вас-то все серьезно? Да это ты за ним бегаешь, он на тебя даже смотреть не может. Уважай себя хоть чуть-чуть. Над тобой уже все ржут. А над тобой скоро плакать будут, поняла? Если еще раз к нему подойдешь... Ты чего тут? Факс пришел. За что у него знаешь куда? Весь женский коллектив фирмы Гигабайт Плюс влюблен в красавца Вадима Шестакова. Офисная любовная драма обернулась трагедией. Настя, одна из участниц любовного многоугольника, убита. Менеджер Вика Мельникова боится стать следующей жертвой. Ей угрожает коллега Рита Забалуева. По настоянию матери Вика обратилась в детективное агентство с просьбой обеспечить ей охрану. Ты слышала, да? Слышала. Это ее сумка? Да. Федь, принимай эстафету, если Рита из офиса уйдет. Да, про слушку я кинула. Все нормально, не переживай. Да и камеру на всякий случай поставим. Все, давай. А ты, самое главное, не проболтайся. У меня уже сил нет выносить ее. Ну я тебе рассказывала. Давай закрывать этот вопрос. Смотри, ты мне обещал. Ну пока, до вечера. Интересно, какой вопрос она хочет закрыть. Наблюдение за Ритой привело помощника в парк. У Риты, очевидно, была назначена встреча, но человек, которого она ждала, так и не появился. Бой, сейчас лежала, так и не появился. А, погиби, да? Держись, я щас скорую вызову. Сволочь, стоять! Полиция! Нападение на девушку. Восточный парк. Ветров триста направо от входа. Дальше жду. Алексей Викторович, Риту убили. В Восточном парке. Не догнал я. Приезжайте скорее. Телефон. Кому хоть она звонила-то? Полицию кто вызывал? Я! Сюда! Сюда! Быстро ты. Так основной разговор завтра будет в кабинете у следователя. Мне уже время назначили. А орудие убийства нашли? Нет. Наверное, этот гад нож с собой забрал. Ну, а ты лицо его разглядел? Да откуда он? Все время ко мне спиной был. Да еще и в капюшоне. Ну, хоть какие-нибудь приметы? Черт-то узнает. Рост-то вроде среднего. Кудащавый. Зато я узнал, с кем у Риты была назначена встреча. С плейбоем их этим, Вадимом. Откуда ты узнал? Ну, я мобильный телефон ее успел заглянуть. Там восемь звонков и три смс-ки. Типа, это ведь я. Так, я понял. А теперь ты меня послушай. Почерк убийцы в обоих случаях очень похож. Что с Кокониной, что с Забалуевой. Лезвие ножа одинаковой толщины с характерной зазубриной. Ну, так значит, убивал один и тот же человек. Угу. А кое-кто и подозревал эту несчастную Забалуеву. Ну, да, я подозревал. Но ведь и твоя версия по поводу незнакомого отморозка тоже провалилась. Забалуеву явно кто-то подстерегал. Да, здесь все намного сложнее. Кстати, твои любовные истории, как ты понимаешь, здесь ни при чем. Я думаю, что девчонки все-таки влезли в какую-то аферу. Да какую аферу? Они, трое, работают в отделе продаж. В том числе и твоя клиентка. И, может быть, занимались на стороне какими-то делишками. А может быть, наоборот. Начальнику помешали заниматься делишками. Виктор Григорьевич, фирма занимается IT-технологиями. Там не такие большие деньги, чтобы за них убивать. Да у нас и за копейку убить могут. Ты понимаешь? А если ты мне сейчас вот будешь рассказывать опять сказки про любовь в офисе, то лучше иди. Мне работать надо. Следователь подозревает, что все эти нападения – следствие каких-то ваших делишек на стороне. Бред какой-то. Не было у нас никаких делишек на стороне. Да я тоже смелась. Но если вы не знаете кто, так еще страшнее. Вот именно. Нас трое подруг было. Настерита уже нет. Может быть, я следующая. Вика, вы постарайтесь успокоиться. На работе за вами присматривает Катя. Домой вас провожает Федор. Ну и я буду держать вас в поле зрения. Викосин, правда, успокойся. Только, Вика, вы держите нас в курсе своих планов. Договорились? Договорились. Ну что, давайте думать. Итак, три девушки. Рита. Настя. Детективы собрались в офисе, чтобы наметить дальнейший план действий. Двоих из них убивают. Что их объединяет? Можно? Вадим. Да не только Вадим. Не надо забывать, что они еще лучшие подруги детства. Вот именно, что они лучшие подруги детства. И все было гладко. Все началось после того, как Вадим пришел к ним на работу. Да, кстати, именно его Рита ждала в парке. Ну а мотив как? Ну я не говорю, что Вадим мог убить. Ну может быть, есть какая-то женщина, которая могла убить из ревности. Тайная жена, например. Подожди, подожди. Это какие-то твои домыслы или тебе что-то известно? Ну мне почти ничего не известно. Ну Вадим прописан один в квартире. Я посмотрела вот трудовую книжку, она чистая. Такое ощущение, как будто он раньше нигде не работал. Знаю точно, что он раньше жил на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке? Федь, посмотри в интернете. Трудовая книжка, чистая. Ему же 30 лет, он что, до этого нигде не работал, что ли? Может в черную работал? Или почему-то новую завел. Так. Кое-что есть. Вот, смотрите. Региональная газета новости Дальнего. Сообщает нам, что два года назад в городе Лузовске орудовал маньяк. Зарезал восемь молодых женщин. И среди подозреваемых был Вадим Кошель, 81-го года. Экономист. А не нашли это Вадим? Возраст похож, только фамилия другая. Ну, фамилию мог бы поменять. Ну, а почему его отпустили-то? Ну, видимо, за недостаточностью улик. Вот маньяка так и не поймали, но убийства внезапно прекратились. Маньяк переехал в наш город. Надо Вике позвонить. Так, подожди, не будем торопиться. Доказательств у нас никаких нет, а она, похоже, его любит. Поднимаем уровень опасности до красного, смотрим в оба. А я позвоню следователю, попрошу его негласно проверить Вадима. Слушай, Вадим не приходил? Нет, не было. В ключном месте. Вот черт, куда он провалился? Совещание уже началось, а у него с утра телефон выключен. Катя немедленно сообщила обо всем шефу. Насонов отправил помощника к Вадиму домой. Алексей Викторович, Вадима дома нет, но я пообщался с его соседкой. Она сказала, что вчера приходил какой-то мужик и приносил повестку в полицию. Но Вадима дома не застал, поэтому позвонил ей и спросил, когда тот вернется. Ну, а соседка, конечно же, Вадиму все рассказала. Ну да. Тот вещи в машину побросал и куда-то уехал. Да испугался, не начинал. Ладно, я сейчас следователю позвоню. Григорьевич, приветствую. Слушай, а ты Вадима Шестакова вызывал? Вызывал. Но он такой же Шестаков, как ты, Пушкин. Кош ли он? Это он проходил по делу в Лузовске. А ты знаешь, что он из города уехал? Будем искать. Судя по всему, это наш герой. Заодно и висяк в Лузовске раскроют. Ну а почему же сразу ты не задержал его, раз так уверен? Да ничего страшного, найдем мы его. Я уже всюду разослал ориентировки. Когда Вадим жил в Лузовске... Катя рассказала Вике о старом деле в Лузовске и об участии в нем Вадима. Вадим? Маньяк? Ну, это еще не точно. Да был бы не виноват, не сбежал бы. А я еще хотела с ним на дачу ехать. Ну подожди ты, не паникуй. Это еще надо доказать. А если он поблизости вдруг до меня доберется? Вик, ну ты чего? Мы же тебя охраняем. Вика Мельникова обратилась в детективное агентство с просьбой обеспечить ей охрану. Погибла ее подруга Настя Коконина. В убийстве подозревали ее коллегу Риту Забалуеву, которая так же, как и все сотрудницы фирмы, была влюблена в офисного донжуана Вадима Шестакова. Однако Риту тоже нашли убитой. Поступает информация, что Шестаков несколько лет назад проходил по делу о серийных убийствах в качестве подозреваемого. Вика, как обычно, возвращалась с работы домой через парк. Нет! Подожди, я тебе все объясню. Нет! Подожди, я все объясню. Спокойно. Вика, называйте полицию. Не надо полиции. За что? Сам знаешь, за что. Да не маньяк я. Ну вы что, хотите невиновному человеку жизнь испортить? А что ж этот невиновный человек собрался и побежал, когда его к следователю вызвали? Так я звоню. Подожди! Я все расскажу. Я все объясню. Не надо ментовки. Ну опять же, дело начнут шить. У меня уже был случай в Лузовске. Ладно. Я отвезу тебя к шефу, а вы бег, идите домой. Хотя, нет, подождите. Давайте позвоним Кате. Пускай она вас проводит. Когда убили Риту Забалуева, она тебя ждала. Зачем? Да пробежаться в парке хотели. Что это, возбраняется? Ну а почему ты не пришел? Честно? Ну пошел Рите в магазин цветов купить. А там продавщица, молодая деваха, красивая, симпатичная. Ну заболтались, я не заметил, как время прошло. Вот и все. Знаешь, много чего в жизни видел? Вот такого бабника, это что, как спорт для тебя, что ли? Ну типа. Да вам-то что? Да как-то Вику жалко, она серьезно к тебе отнеслась. Да я к ней тоже, вы не думайте. Я же не знал, что так все получится. Я же даже уехать не мог, не повидавшись. Зачем ты собрался уезжать? Отсидеться хотел, пока все вляжется. Вы же знаете, за что меня там в Лузовске-то взяли. Я же в том парке, где маньяк орудовал, бегал. Ну, с женщинами знакомился. А у меня еще такая борода была. Ну вот, свидетели утверждали, что это я маньяк с бородой и есть. Ну, только ведь разобрали же, отпустили. Угу, отпустили. Только следак журналистам всю информацию слил, и весь город думал, что я маньяк. В общем, волчий билет на всю жизнь. Фамилию поменял, из города уехал куда подальше. А тут опять. Ну, следователь, ничья человек достаточно жесткий, но такого себе никогда не позволит. Поэтому можешь совершенно спокойно с ним сотрудничать. А сейчас улыбнись-ка давай. Я своим помощником дам задание проверить информацию насчет цветочницы. А вот здесь запиши-ка мне адрес, где эта палатка. Алексей Викторович, Вадим не врал. Он действительно в момент убийства Риты клеил продавщицу. Она и на фото его узнала, и телефон его показал в своем мобильнике. Ну, ну, слава богу. Только помощница скажите, чтобы она Вике позвонила. Ну, объяснила все насчет меня. Ладно, хорошо. Только мой тебе совет. Завтра с самого утра следователь уничают. И все, ему расскажи так, как есть. Пусть он тоже найдет эту цветочницу и уже оставит тебя в покое. Конечно. Без проблем. Спасибо. Вот бабник, Иду, иду. Забыла что-нибудь? Ой, а я думала, что это... Здравствуйте. А Вика уже уехала. Ну, буквально минуточку пять назад. Куда уехала? Я же просил ставить меня в известность. На дачу. Мы сегодня для Танечки новогодний праздник делаем. И Вадим обещал на дачу приехать. Вот она и сорвалась. Она одна поехала? Да, одна. Олежик и Танечка уже там. Да вы не волнуйтесь, она прекрасно водит машину, не беспокойтесь. Да зря она раскатывает. Убийца же до сих пор на свободе гуляет. Да, я знаю. Но если бы не Таня, она бы, конечно, не поехала. Побереглась бы. Но отметь праздник, который Танечка из-за больницы пропустила, Вика не могла. Вы понимаете? Нет, я не понимаю. Кстати, а с Таней что произошло? Ну что же мы с вами в прихожей? Проходите. Проходите в комнату, я вам все расскажу. Насонов попытался дозвониться до Вики, но она не брала трубку. Не отвечает Вика. У Вики давно эта традиция. Праздники с друзьями на даче собираться. Ну, а Танюшка во всем ей подражала. Ну, шмотки такие же, прически. Вика волосы покрасила, Танюша за ней же. Ну, и дача эта. В общем-то, из-за этого все и случилось. А Вика вам ничего не рассказывала? Нет, она сказала, что они в аварию попали. Ну, собрались они на даче, а тут и Танюша заявилась. Ну, они ей говорят, зачем ты здесь нужна? Танюша тогда еще школьница была мелкая. Так и что? Ну, и Танюша обиделась, сказала, раз так, домой поеду. Поймала попутку, а там водитель стал к ней приставать. Ну, она и выпрыгнула на ходу из машины. Перелом позвоночника и инвалидность. Это в 16-то лет. Странно, что Вика ничего об этом не говорила. Вы извините, я просто пробую до нее дозвониться. Она за рулем, трубку не берет. Дорога-то скользкая. Знаете, Надежда Александровна, я за Викой поеду. Вы мне объясните, где ваша дача и какая машина у Вики. Марк и цвет номер. Да, конечно. Что случилось, Алексей Викторович? Это машина Вики. Теплая, значит, здесь недавно. О, смотрите-ка, это интересно. Следы. По-моему, она пошла в лес с каким-то мужчиной. Так, может, с Вадимом? остановились, в туалет сходить. Не-не-не, Вадим сейчас, во-первых, у следователя, а во-вторых, смотри, мужчина ее и здесь стоял ждал. Давай бегом по следам. Смотрите, что, они тут боролись, что ли? тихо. Тихо. Это уона. Это тот в капюшоне, который в парке был. Так, я за ним, а ты ищи здесь Вику. Она где-то здесь. Вика! Вика! Это я, Федор! Вика! Я влюзаю от него! Ты как, в порядке? Да! Пойду. Что? Я стрелять буду! Езжать! Руки! Олег? Ты еще и снимаешь? Ночью он ее на обочине поджидал. Они договорились, что Олег выберет елку, а Вика его на машине подвезет. А елка-то вам зачем? Ну, они собирались на даче как бы Новый год отметить. Вот и елка нужна. Елочка! Гирлянды, свечи. Ты посмотри, что мы у этого урода в мобильнике нашли. Полюбуйся. Вот он, как Онину убивает. За что? Скажи хоть за что! За Таню! За Таню Меликова, которую вы стервы искоречили! Вот здесь совсем коротко. И вот твой помощник спугнул. Эй, отойди! Чего встал на дороге? Вместе отойдем! Офигел совсем! А-а-а-а! А вот самое интересное. Ты меня снимаешь? Вик! Ты хоть понимаешь, как ты перед Таней виновата? Ты о чем? Ты знаешь о чем. Мне Таня все рассказала! Ты что, дебил? А-а-а! Ну и как тебе кино? Вот зачем он это снимал? Я для себя снимал. Я думал, он для Тани снимал. Ты заметил, как он сказал? Таня мне все рассказала. Слушай, Дещенков, ты срок себе скосить хочешь? Или все-таки мечтаешь по полной отмотать, а? Давай рассказывай, рыцарь твою дивизию. Что рассказывать-то? Пока Таня здоровая была, она меня и внимания не обращала. А в коляске? В общем, разрешила рядом быть. И поэтому ты выполнял все ее желания? Не выполнял, а предугадывал. Она мне ничего не говорила. Я сам так решил. Ну, несправедливо, потому что эти три кобылы, значит, будут кайфовать по-прежнему. А Таня из-за них в коляске? И в чем же виноваты эти три кобылы, как ты выражаешься? Это Вика Таню в машину запихнула. И подруги с ней заодно. Мешала им, видите ли, Таня с парнями. Все. Я вам больше ничего не расскажу. Я поверить не могу. У меня в голове не укладывается. Ну, нет, ну, как Олег, он такой хороший мальчик. Тань, ну, ты хоть о чем-нибудь догадывалась? Нет. Когда Олег сделал мне предложение, я говорю, зачем я тебе такая? Год коляску покатаешь и бросишь. И вообще, ни в любовь, ни в дружбу я больше не верю. Так, а Олег что? Говорит, докажу, что любовь существует. И справедливость тоже. О какой справедливости идет речь, Тань? Мама, я должна тебе кое-что рассказать. Я обманула тебя. Это из-за меня с Таней случилось. Не ждали? Здрасте. Тебя сюда звали? Нет. Ну, я с вами хочу. Угу. Сейчас. Езжай домой, быстро. Я имею право. Это и моя дача тоже. Или ты отправишь ее отсюда? Да ладно тебе. Ночь на дворе. Пусть она на втором этаже переночует, а она нам мешать не будет. Девочки, вы скоро? У нас сюрприз. Так, слушай, ты сейчас же поедешь домой, поняла? Давай, давай, давай. Давай. Все выпили. За руль никто сесть не мог. Я поймала, не попутку. Не попутку. Ей сразу не понравился водитель, но я все равно сунула ее в машину, а тебе рассказала. Вот. Вот ты и дома, доченька. Все будет хорошо. Ты обязательно поправишься. Только никогда, слышишь? Никогда. Не садись к машину, к незнакомому человеку. Договорились? Ну, мама, это Вика. Мама, я же тебе говорила, она ничего не помнит. У нее все в голове спуталось. Да. Дорого Олег заплатил свою любовь. Я дождусь его. Ну, это если ему пожизненного не дадут. Олег приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье 105 части 2 «Убийство с особой жестокостью». Семья Мельниковых уехала из города. Первый канал и компания Телеформат представляют После встречи с клиентом Алексей Насонов возвращался домой. Алло, МЧС? Задымление в квартире. Новаторов 11, квартира 98. Да нет, я вообще просто мимо проходил. Да-да, конечно, срочно жду. Что случилось-то? Откуда дым такой? Горит у ваших соседей. Вы не знаете, кто здесь живет? Конечно, знаю, это же Машка моя, подружка моя Мария Семеновна. Боже мой, господи, что же это делается-то? У вас по соседке нет ключей от ее квартиры, а? У меня были ключи, я их потеряла. Дура несчастная. Так, ну придется открывать другим способом. А вы что, домашник, что ли? Слушай, я сейчас в милицию позвоню. В любом случае, вам придется звонить уже не в милицию, а в полицию. Я частный детектив. А тогда документы покажи, или отойди от двери. Давай, давай, отойди от двери. И пусть там все сгорит, что ли? Не мешайте. Боже мой, да что же это делается-то? Господи. Маш! Маш! Господи, я там ничего не хватало. Скорая? Новаторов 11, квартира 98. Да, две женщины здесь. У одной, похоже, отравление угарным газом. Второй, возможно, сердечный приступ. Да, 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 ждем на месте. Полиция, дежурный? Новаторов 11, 98. Попытка поджога квартиры. Моя фамилия Насонов, я частный детектив. Да, жду. Что случилось? Вы лежите спокойно, не шевелитесь. Сейчас приедут врачи. Ой, это Анька. Это Анька сделала, больше некому. А кто такая, Анька? Больше некому. Анька. Да потерпите, вы немножко, сейчас уже скорая приедет. Потерпите. О, Оле. Олечке, позвоните, дочке моей. Позовите ее. Телефон там на столе. Алло, здравствуйте, Ольга. Моя фамилия Насонов, я частный детектив. Ну, вот так получилось, что я звоню вам из квартиры вашей матери. Да не волнуйтесь, мама ваша жива. Да, но вам надо как можно скорее сюда приехать. На вызов детектива Насонова приехала оперативная группа во главе со следователем Василием. Дверь была заперта. Как ты в квартиру-то хоть попал? Ну, пришлось накалку проявить, ну, чтобы дверь не ломать. Ну, крайне необходимость, ты же сам понимаешь. Да, кстати, ты заметил, что дверь изнутри на ключик запирается. То есть, просто так ее не захлопнешь. Конечно, заметил. Выходит, кто-то все это тряпье собрал, поджег и ушел. И дверь за собой на ключ закрыл. Или Мария Семеновна сама это тряпье подожгла? Кто вы такие? Где мама? Я следователь Василиев Николай Геннадьевич. Что с мамой? Почему пахнет дымом? Ваша мама жива, она сейчас в больнице. У нее отравление угарным газом. Квартира вашей мамы едва не сгорела. И если бы не Алексей... А я частный детектив, это я вам звоню. Что значит чуть не сгорела? А где Аня? Так и мама ваша про какую-то Аню говорила. Кто это? Ну это сиделка, моя двоюродная сестра. Приехала из Украины специально, чтобы сидеть с мамой. В квартире никакой они не было. Ну она должна была быть рядом с мамой. Мама больна, почти не встает. Куда она делась? Да, вот еще одна загадка. Вещи. Вещи, вещи, вещи. Ольга, вы успокойтесь. Вас сейчас не пустят в больницу, тем более в токсикологию. Вот телефон справочный, я записал для вас. Спасибо вам большое. Телефон вашей Ани из Украины у вас есть? Есть, конечно. Господи, как я сразу-то не догадалась. Аппарат абонента выключен. А как фамилия у Ани? Сколько ей лет? У нее, может быть, друзья есть у нас в городе? Ну, Аня 25, фамилия Асташко. Приехала месяц назад. А друзья откуда? Она у нас в городе впервые, когда бы она успела. А почему вы не взяли сиделку тут? Зачем вам понадобилось вызывать сестру? Так не хотелось чужого человека брать. А я... У меня проблемы со здоровьем. Я не могу каждый день к маме приезжать. А Аня звонила, жаловалась, у них там работы нет. Вот мы с Пашей подумали, что уж лучше свой человек. Тем более, что у Ани образование медицинское, она училище закончила. А Паша это ваш муж? Да. Он сейчас в командировке, завтра утром возвращается. А вы когда видели Аню последний раз? Утром. Я к маме заезжала, а Аня дом была. Да, слушаю. Слушай, Ольга. Хорошо, я сейчас приеду. Говорите адрес. Я вас очень хотела попросить. Полиции, полиции, ну, как бы это повежливее сказать, я им не очень-то доверяю. Оль, ты не видела мой зажим для галстука? Доброе утро. Извините, здравствуйте. Я не знал, что у нас так рано бывают гости. Паш, познакомься, это Алексей Викторович. Я попросила его найти поджигателя и Анну. А это Павел, мой муж. Очень приятно. И мне. Ну, раз Оля попросила, и хорошо. Оль, ты не видела все-таки, где лежит мой зажим для галстука, а? Ну, в шкатулке перед зеркалом. Спасибо. Я на обед заскочу, но вечером буду поздно, так что ужинай без меня. Скажите, а у кого еще были ключи от квартиры вашей мамы? У Ани, у меня, у Павла. Еще у подруги маминой, Риммы Борисовны. Она мамина соседка. Да-да, я знаю. Только Римма Борисовна сказала, что она ключи потеряла. А из квартиры ничего не пропало? Вы что думаете, кто-то нашел ключи, потом залез в квартиру, а потом увидел маму и решил квартиру поджечь? Да нет, это какой-то ужас. Я думаю, не то. А кому достанется квартира мамы после смерти? Я не знаю. У мамы очень тяжелый характер. Я как-то заикнулась про это. Она раскричала, что я смертью ее хочу, и что она напишет завещание на первовстречном. Ага, значит, вы завещание не видели. А вы в больницу-то звонили? Да, маме же лучше. Спасибо вам большое. Если б не вы, мама бы задохнулась. Да ну что вы. А если вы торопитесь, я могу вас подвезти? Да нет, я сама за рулем. Держите меня в курсе расследования, хорошо? Конечно, договорились. Только у меня вот фотография не понадобятся. А я пойду поищу. Воспользовавшись моментом, детектив Насонов установил скорость. Воспользовавшись в открытую камеру. Доброе утро. И вам. А у нас новое дело? Верно мыслишь. В общем, вчера шел подъезд... Алексей Викторович рассказал помощникам о событиях вчерашнего вечера. Сейчас по дороге заехал следователь Васильев, вот он мне рассказал результаты предварительной экспертизы. Ну и каковы эти результаты? На самом деле, под дверь комнаты старушки кто-то поставил таз, накидал до мокрых тряпок, потом облил спиртом и поджег. Странно. Не проще было квартиру поджечь. Дело в том, что дочь потерпевшая мне рассказала, что неизвестно, кому мать завещала квартиру. Поэтому преступник, возможно, хотел, чтобы женщина отравилась угарным газом, но при этом жилплощадь не пострадала. Практичный поджигатель. Да, я тоже об этом подумал. Для начала надо будет проверить звонки с мобильного телефона. Аня Асташка, это сиделка бабушки. Вот номер ее мобильного телефона. А сколько лет этой Анне? Лет ей 25. Судя по фотографии, девушка симпатичная. Ну-ка, ну-ка. Да, довольно симпатичная. Только вот что-то мне не верится, что за месяц в нашем городе у нее никаких друзей не появилось. Ну, если она все время находилась с бабушкой, откуда у нее могли взяться приятели? Дурное дело нехитрое. По себе судишь? Так, ладно, Федор, давай прокатимся в больницу, навестим Марию Семеновну. Заодно узнаем про завещание. Кать, ну а с тебя звонки? Хорошо, все сделаю. Детективы расследуют дело о попытке поджога квартиры пенсионерки Марии Растегаевой, в которой она проживает со своей сиделкой Анной. Мария Семеновна отравилась угарным газом и попала в больницу. Сиделка же, которая должна была постоянно находиться со старушкой рядом, исчезла. Мария Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Ваша дочь попросила, чтобы мы помогли полиции. Я могу задать вам несколько вопросов? Это про Аньку-то, что ли? Она, кстати, домой-то вернулась. Аня исчезла. Ну, я так и знала. Ну, шалава эта Анька, как есть шалава. Говорила я Ольге, не нужна нам эта Анька. Ну, вот видите, что получилось. Это вы про поджог? Да нет. Просто сиделка Анька никудышная. И медсестра она плохая. Как укол сделает, так синяк. А почему сказали, что это Анька хотела вас убить? Я сказала. Когда? Ну, когда я вас нашел. Не помню я этого. Но, может, это я так сказала. Ведь угарный газ, он на сосуды головного мозга действует. Ну, врачи мне так сказали. Понятно. А где была Аня вот в день, когда случился поджог? Утром она сделала мне укол и пошла в магазин. Я, говорит, баба Маша, сейчас вернусь. Ты, говорит, пока поспи. И ушла. А я и вправду заснула. Но потом больше ничего не помню. Вот скорую помощь помню и вот вас чуть-чуть. Скажите, а Анна все время с вами находилась? Может быть, у нее были друзья? Может быть, она общалась с кем-то? Общалась. Ей часто звонили. Да. Так она трубочку возьмет и в ванну шмык, а там еще воду включит. Но мне ничего и не слышно. Я и не подслушивала, вы не думайте. Да мы и не думаем. Скажите, а вы свою квартиру кому-нибудь завещали? А тебе это зачем? Ну, как зачем? А вдруг человек решил этим воспользоваться и попытаться вас убить. Да никто же про мое завещание-то не знает. Да и вообще я его и переписать хотела. Так тем более. В пользу кого составлено завещание? Да на Пашку я завещание-то написала. На зятя своего. Мы с Ольгой как-то поссорились. Я на нее разозлилась. Позвала Римку. Мы вызвали нотариуса. И я на Пашку-то квартиру и записала. Но потом, конечно, передумала. Хотела на Ольгу написать. Но вот не успела. Но Пашка ничего про это завещание не знал. Ничего. А где хранится завещание? Завещание хранится у нотариуса Чернявского. Я же не дура такие бумаги дома держать. Вы не могли бы ему позвонить и попросить, чтобы он ответил на несколько моих вопросов? Ну, могу, конечно. Мне не трудно. Спасибо вам большое. Ну что, вы поправляетесь? Да. А вот ваша соседка, она как себя чувствует? Римка-то? Так она же в соседнем отделении лежит. Для сердечников. Вот ведь подруга настоящая. Как за меня испугалась. Алло, Алексей Викторович. Ну, спасибо подруге сотовой компании и следователю Васильеву. Нам только что прислали распечатку звонков Ане. Значит так. Звонили ей в последнее время Ольга Миронова, Павел Миронов. И Растегаева Мария Семеновна. Также повторяется еще один номер. Принадлежит он Кузнецову Станиславу Михайловичу. Ну, судя по датам, звонил ей он очень часто и непрерывно. Так, ну тогда что, ты позвони этому Станиславу Михайловичу и назначь ему встречу. Ага. А я тебе перезвоню. Алло, Станислав? Аня, Аня, это ты? Куда ты пропала? Я уже не знаю, что ей думать. Нет, это не Аня. Не Аня, а кто вы? Что вам нужно? Ну, давайте с вами встретимся, я вам все расскажу. Давайте, только быстрее. А вы можете подъехать по адресу улицы Северная, дом 1? Я вас встречу во дворе. Да, конечно. Я буду там через полчаса. Хорошо. Алло, Алексей Екатерич. Так, я понял. Ну, будем там чуть раньше. Ты тоже выходи. Это ты мне звонила? Станислав Кузнецов? Да, да, это я. Что с Аней? Где она? Здравствуйте. Моя фамилия Насонов, я частный детектив. Это мои помощники, Катя и Федя. Частный детектив? Знаете, что-то случилось, что-то с Аней. Я так и знал, что она куда-нибудь вляпается. Ну, а почему вы так решили-то? А потому что, если девушка мечтает о богатом принце, то она обязательно куда-нибудь вляпается. Ну, что, Станислав, у нас здесь офис рядом. Давайте зайдем туда и там спокойно поговорим. Давайте. Аня сказала, что никогда не выйдет за меня замуж, потому что у меня ничего нет. Принца ей подавай. С квартирами, машинами, заводами, пароходами. А я говорил ей, что все эти денежные мешки, они же уроды. Они же ей попользуются и выбросят. И никто ей не будет ее любить так, как я. Ну, и что тебе на это сказала Аня? Сказала, что верит в чудеса. А я ей реальную жизнь предлагаю. Квартиры у меня пока нет, но мы с Аней ипотеку возьмем. И я из кожи вон вылезу, но заработаю. И все у нас будет, будет со временем. Квартиры, машины, лодка моторная даже. Ну, а ты этими планами с Аней-то делился? Делился. Она сказала, что подумает, а потом пропала. Я ей вчера весь день звонил, и сегодня с утра. А у меня телефон выключен. А ты с Аней где познакомился? В супермаркете. Она продукты для старухи покупала, а я, как ее увидел, сразу влип. Ну, то есть понравилась она мне очень. А что случилось-то? Да дело в том, что Аня пропала. А квартиру, где она жила, хотели поджечь. А Мария Семеновна чуть не задохнулась. Ну, с квартирой-то все ясно. Это точно Анькина сестра хату подожгла, чтобы с бабкой не возиться. И деньги на нее не тратить. А может, вы знаете, а может, это вообще муж ее. Нету бабки, нету проблем. А может, Аня от бабки на Украину убежала, достала ее бабка. Ну, ничего, я ее и там найду. Вот что, Стас, давай договоримся так. Если ты увидишь Аню, или она тебе позвонит, сообщи нам вот по этому телефону. Хорошо. Ну, если вы что-то узнаете, вы мне тоже позвоните, ладно? Договорились. Федор, проводи, пожалуйста. Спасибо. Ну, и что ты думаешь обо всем? Ну, если честно, он мне не понравился. Но Аню он любит. Это видно невооруженным взглядом. Но в одном-то он прав. Вот у Павла Сайфирма, машина. Может быть, он и есть тот самый принц. И же личный вопрос, в общем-то, решен. Квартира-то на него завещена. Вы думаете, у Ани с Павлом мог быть роман? Ну, почему бы нет. Да, кстати, Павел обещал на обед домой заглянуть. Я там камеру установил. Давайте-ка посмотрим. Да-да, малыш. Скоро буду у тебя. Ну, он задержался немного на работе. Но зато скоро буду. И я купил все, что ты любишь. А вот хлеб забыл. Ну, ничего страшного. Я через полчаса к тебе приеду и по дороге заскочу в магазин и возьму хлеба. Интересно, кого это он малышом называет? Да он имеет в виду, скорее всего, какую-то малышку. Смотрите, какой фрукт, а. Он заранее закупил продукты на две семьи. Запасливый товарищ. Так, надо бы за ним понаблюдать. Продуктовый магазин у них рядом с домом, но пешком он не пойдет. Машину проковать там неудобно. Это займет у него минут 15. Наверное, успеем. Катя, ты наблюдай за квартирой. Поехали. А если Павел уже уехал? Тогда подождем еще немного. Ну, я ему позвоню, скажу, что срочно надо встретиться. А, не надо. Никуда звонить, вон он идет. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз здравствуйте. Паш, это кто? А это частные детективы. Паша, что, моя жена наняла для того, чтобы за мной следить? Нет. Ваша жена попросила узнать, кто пытался поджечь квартиру вашей тещи и чуть не убил Марии Семеновны. И какие отношения у вас с Аней? Да какие еще отношения? Неужели вы думаете, что мы с Аней? Да это же просто смешно. Да вы еще скажите, чтобы мы с ней квартиру подожгли. Тише, Сонечку, раз будешь, только уснула. Да, кстати, вы в курсе, что Мария Семеновна свою квартиру завещала вам? Я об этом ничего не знаю. Мария Семеновна ужасный характер. Поэтому мы живем отдельно. Мне квартиру. Да это же просто смешно. Давайте-ка вы сейчас успокоитесь и все подробно расскажете. Да, что здесь рассказывать? Ольга больна. У нее онкология. Она детей иметь не может. А Лиза мне дочку родила. Ольгу я бросить не могу. Вот такой вот получается капкан. А в какой клинике наблюдается Ольга? В третьей городской больнице? Да вы что, мне не верите? Вы только она с Ольгой, пожалуйста, не говорите. Я сейчас так плохо, я не хочу, чтобы она волновалась. А мы с Сонечкой подождем. Значит, про командировку вы придумали? Да. Я был с Лизой дочерью. Ну, я из квартиры никуда не выходил, клянусь. Как вы думаете, где сейчас Аня? Не знаю. Честно говоря, не знаю. Квартиру Марии Растегаевой, в которой она проживала с сиделкой, кто-то пытался поджечь. Пенсионерка попала в больницу. Детективы узнали, что Мария Семеновна, поссорившись с дочерью Ольгой, завещала квартиру своему зятю Павлу Миронову. Также детективам стало известно, что у Павла есть другая женщина Лиза, мать его дочери Сони. Я только что из больницы. В числе пациентов в онкологическом отделении Ольга Миронова не значится. На консультации она у них была, но она не их пациентка. Это значит, что никакой опасности для жизни Ольги нет. Да, у нее была операция, но совершенно по другому поводу. Хорошо, еду в офис. Алексей Викторович позвонил Ольге Мироновой и попросил приехать на квартиру к ее матери. Ольга, скажите, а почему вы наврали мужа, что смертельно больные, скоро умрете? Знаете, он на 10 лет меня младше, детей у нас нет, а я жить без него не могу. Я отпустить его не могу и удержать тоже не могу. Я ведь знаю, что у него другая. А как вы узнали? А я их увидела. На улице, случайно. Женская консультация и больница, в которой мне делали операцию, находятся рядом. Паша вела ее туда. Она была беременна. Я уже никогда не смогу иметь детей. Но вранье вы мужа не удержите. Рано или поздно он узнает правду и будет только хуже. Да я знаю. Но ведь какое-то время у меня еще есть. Если вы не скажете Паше, что я его обманула. Ведь вы не скажете, нет? Да я-то не скажу. Вы сами ему расскажете, когда устанете от вранья. Ольга, мы хотим внимательно осмотреть квартиру вашей мамы. Вы не возражаете? Не возражаю, смотрите. Так. А что мы ищем тут, Алексей Викторович? Все, что может показаться подозрительным. Ведь не можешь его просто так пропасть. Следователь, я позвонил. Они проверили. Из города они не выезжали. Требуется девушке на высокооплачиваемую работу. Звонить 21 часа. Аня что, работу искала? Но почему? Ну что? Нашли что-нибудь? Скажите, а Ваню не собирались уволить? Да нет, не то, чтобы собиралась. Просто мама мне стала на нее жаловаться. И я действительно стала подыскивать новую сиделку. Но пока ничего конкретного я не предпринимала. Просто сделала пару звонков. Аня могла слышать ваш разговор? Не знаю. Наверное, могла. А может, мама и сказала. Но тут написано, звонить до 21.00. Так давайте я позвоню. Алло, здравствуйте. А я насчет объявления. А что нужно делать? Подъехать на собеседование? А когда? Прямо сейчас? Но уже поздно. А, осталось одно место? Ну, хорошо, диктуйте адрес. Да, я поняла. Все. Мне назначили встречу на 20.30. Сказали, что на собеседовании все объяснят. Не нравятся мне такие собеседования полдевятого вечера. Угу. Наводит на определенные подозрения. Ладно, поедем чуть раньше, осмотримся на месте, там решим. Что-то я тут не вижу никакого офиса. Дом 24, подъезд 5, офис 268. Ну, мне кажется, это никакой не офис, а обычная квартира. Что-то мне страшно тебя от дома отпускать. Давайте пойдем вместе. Ну, так и сделаем. Войдешь ты одна, мы останемся на площадке. Через 10 минут не выйдешь, будем принимать меры. Кто там? А, здравствуйте, а я по поводу работы. Меня пригласили на собеседование к полдевятому. Ну, заходи. Ну, ты хорошенькая. Паспорт давай. Что? Паспорт давай и мобильник. Что происходит? Что, глухая, что ли? Иди давай, шевели булками. Давай, 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 шевели булками. Давай. Эй! Откройте, вы слышите? Это бесполезно, они тебе не откроют. Ты попалась так же, как и я. Аня? Откуда ты меня знаешь? Я помощница частного детектива. Мы тебя ищем. Правда? Я думала, что у меня крышка. Нет. Слушай, а что это за квартира? Это бордель какой-то, понимаешь? Они отобрали у меня сотовый паспорт и сказали, что я буду это отрабатывать. Слушай, что я дура обрадовалась, что ты пришла, что мы вдвоем-то сможем сделать. Да все будет хорошо. Руку об этом отморозка отбила. Ну я же говорила, что нас спасут. Чего сидим, девчонки? Меня ждем? Пошли. Алло, полиция? Детективы привезли Анну в квартиру Марии Семеновны. Ты остался в этом притоне. А как же так вышло? Я позвонила по номеру из газеты, по городскому телефону. И мне сказали, что меня приглашают на собеседование. Я сказала Марии Семеновне, что я пошла в магазин и сама поехала туда. Там у меня отобрали сотовый телефон и паспорт. Понятно. Ну а до этого ничего необычного не происходило? К Марии Семеновне приходила Римма Борисовна в тот день. И Мария Семеновна выгнала меня из комнаты, и они там о чем-то спорили. А потом Римма Борисовна выскочила из комнаты и плюнула нам на порог. Да, слушай, Николай Геннадьевич. Так, при том, значит, вы накрыли. А у меня вот тут появилась одна идейка насчет поджога. А давай мы завтра встретимся, и я тебе все расскажу. На следующее утро детектив Насонов и следователь Васильев приехали в больницу к Марии Семеновне. Главное, чтобы вы сделали все, как мы договорились. Вы же поняли все? Да, конечно. Ой, Господи, ну надо же, а? Ну как же так? Вот я не понимаю, а? Вы не причитайте. Вы, главное, все правильно сделаете. Хорошо? Ага, сделаю, да. И не волнуйтесь, мы будем рядом. А здесь я камеру поставлю. Ой. Ну, давайте. Ты правда помираешь, что ли? Помираешь, подруженька моя. Змеюка ты подколодная. Как ты могла, как? Как же ты могла с моим Василием-то? Я думаю, ничего не знала. Любила тебя как сестру родную. Ты мне в это время рога наставляла. Главное, зачем ты мне это все рассказала? Зачем? Я бы хоть умерла спокойно. Она, видите ли, покаяться решила перед смертью. Да засунула бы ты это покаяние, знаешь, куда подальше. Довела меня до греха, чуть убийце не сделала. Ну, ладно. Ладно, я бы тебе вот, Ваську, еще бы простила бы. Но то, что ты про Ольку столько лет молчала, никогда. Так это ты меня подожгла? Ну, я же, а кто же еще? Слушай, так ты чего? А чего ходишь, что ли? Да я вроде умирать-то и не собиралась. Следователь Василиев. Поймали старушку. Да ладно, я все равно с этим жить не могла. Зачем вы чуть не спалили квартиру своей подруги? А за тем, что она с мужем моим, с Василием, гуляла. Так мало того, что гуляла, она еще дочь от него родила, Ольгу, и столько лет молчала. Мария Семеновна, ну столько лет молчали, ну и зачем? Ну, не могла я сказать в свое время. А в тот день мне плохо стало, но думала помру. Ну, вот и решила покаяться. Я ж не думала, что она убить меня захочет. Римма Борисовна, расскажите, как вы это сделали? Это, вот от Машки в тот вечер ушла. Да, Шанька там дверью хлопнула, тоже куда-то убежала. Я, я вам тогда про ключи соврала, они-то у меня были. Вот, ну я и вошла. Субтитры сделал DimaTorzok А вы не боялись, что Мария Семеновна проснется? Янька, снотворное я утром и вечером давала, ей врач прописал. Римка, ну что ж ты чуть грех такой на душу не взяла? Ну, как бы мы с тобой на том свете свиделись, а? Ой, не говори, подруга, я как увидела тебя. Без сознания сама чуть Богу душу не отдала. Прости меня. Прости меня за все. И ты меня прости. Уголовное дело о поджоге было закрыто в связи с примирением сторон. Павел ушел от Ольги к Лизе и дочери. Мария Семеновна переписала свою квартиру на Польгу. Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Утром, как обычно, детектив Насонов приехал на работу. Вы Алексей Викторович Насонов? Да, доброе утро. Здравствуйте, я адрес ваш в интернете нашел, вот. Даже фото распечатал, чтобы не пропустить. Вы мне очень нужны. Ну, ладно, давай поднимемся наверх, вовсе, там поговорим. А может, мы лучше сразу домой поедем? Вместо преступления там. Ну, хорошо, поехали. Зовут тебя как? Да, извините, я Борис Ремезов. Присаживайся, Борис, поехали. Слава Богу, мама жива. Хотя сейчас лежит в реанимации без сознания. Но врачи говорят, что шансы есть. Так подожди, на нее дома напали. А дверь взломали? Нет. Так, значит, она сама открыла. Выходит, кто-то знакомый. И я так думаю, знакомый. Я даже подозреваю, кто. И кто? Это любовница отца. Он так и не решался уйти к ней насовсем. И она винила в этом мать. Приходила к нам и устраивала истерики, когда папы не было дома. Вот здесь она лежала, когда я пришел. Кругом осколки, вино разлитое. Ее бутылкой по голове ударили со всего размаху. Полицию вызвали? Да, только приехала опергруппа в главе со следователем. Парень чуть постарше меня, да к тому же это его первое дело. А мне нужно, чтобы все было доказано. И виновные наказаны по заслугам. Ну, поэтому я к вам. Понятно. Какие-то подробности уже известно? Мне следователь подробностей не докладывает. Я знаю только, что ни на бокалах, ни на бутылках отпечатков пальцев не обнаружено. Ну, получается, что преступник стер их. Выходит, твоя мама пилась им вино? Я точно не знаю. Вот здесь стояли два бокала. Один пустой, другой, другой наполовину полный. Мне кажется, нетронутый. Так, а любовница-то у отца, она давно появилась? Достаточно давно. Только, я так думаю, отец все равно не хотел из семьи уходить. Поэтому тянул. А Лера это решила, что мама его не пускает. А ты следователю все это рассказал? Нет, конечно, он же пацан совсем. А тут дело деликатное. Нет, когда дело касается покушения на убийство, рассказать надо все. Но ничего, я это исправлю. Я бы еще хотел с твоим отцом поговорить. Он скоро должен быть. С утра поехал в больницу. Подождете? Да нет, знаешь, я лучше туда попозже зайду. Я провожу. Максим давно ушел, уже должен быть. А вот он идет. Как мама? Ты же у нее всю ночь пробыл в больнице. Пока без изменений. Вот, познакомься, я частного детектива привел. Он-то уж точно докажет, что это Лера твоя. Маму. Анатолий, здравствуйте. Я могу задать вам пару вопросов? Ты что ему наплел? Какая Лера? Твоя любовница! Эта кошка драная. Слушай, детектив, ты в мою личную жизнь не лезь. Это мое дело, с кем спать, а с кем жить. Если она не виновата, как ты говоришь, то пускай придет и сама все расскажет. Как она маме проходу не давала? Никуда она не пойдет. А ты, если тебе надо, сам иди и спрашивай у нее. А лучше поищи-ка ты преступника среди любовников Ксении. Мамаши его, разлюбезной моей супруги. Ксения Николаевна Ремизова. Ты что несешь? Какие любовники? Тон смени. А лучше вообще по молчине с тобой говорят. Вы думаете, она святая, а я подлец? Ошибаетесь. В общем, я вам подсказку дал. Прям много благодарен. А вот если еще адрес Леры подскажете, вообще окажете неоценимую помощь. Садовая 22, квартира 10. Только я попрошу. Ты уж проверь все сам. Не надо девочку таскать по полиции. Беременная. Беременная? Ну ты что, сбрендил что ли, папа? Заходи давай. Однако. Федор, записывай адрес. Садовая 22, квартира 10. Зовут Лера. За барышней надо понаблюдать. Подруга Анатолия. Нет, ее фотографии нет. А вот фотографию Анатолия я тебе сейчас сброшу. По заданию детектива Насонова, помощники приехали к дому Леры и установили скрытую камеру напротив ее входной двери. Это прачечная? Не прачечная? Ну извините. Ну что, Лера дома. Осталось понять, как попасть к ней в квартиру. Да она сама выходит из квартиры. С собачкой. Да? Ой, слушай, она ничего. Что, собачка? Угу. Ладно, пойду познакомлюсь. Так. Вот так вот. А мне все время мужиков почему-то оставляют. Клепочка, давай гулять. Маленький мой. Ой, какой хороший. Привет, малыш. Не бойся. У меня дома тоже такое чудо. Да, они замечательные. Клепа, ласковая животинка. Клепа. У вас девочка? Кобелек. Смешно, Клепа. Мальчик. А у меня девочка Жулька. Вот как раз личим ей друга. Вязать пора? Вам сколько? Нам два годика. И мы тоже не против познакомиться. А у вас собака клубная? Родословная есть? Конечно. А можно посмотреть? Ну, чтобы просто знать, совпадут ли крови. Давай я завтра документы на работу возьму. Я продавец и до 10 вечера работаю. Да ты что? Я тоже продавец и тоже завтра работаю. Надо же. Ну ладно, давай я документы сейчас вынесу. Но ты не сомневайся. Мне песик и жених подарил. А он что попало не купит. Обалдеть. И мне жених Жульку подарил. Как будто знал, что я хотела. Ладно, давай сейчас поднимемся. Пойдем вместе. А то ты мерзлый тут будешь. С удовольствием. Вот она. Смотри. Чай будешь? Не откажусь. А что у тебя с рукой? Неужели собаку укусила? Да нет, чашку разбила. Опа. Не нашли это герой любовник? Ну точно он. Надо Катю предупредить. Все, спасибо. Можете помочь? Да не, справлюсь. Ага, а я и не могу. Все, я побежала. Давай. Ай-яй-яй. Ну-ка. Так быстро. Посидела бы еще. Да не могу. Парень смс-ку прислал. Написал, что задерживается. Придется собаку выгуливать. А, ну тогда конечно. Когда мы познакомим наших песиков? Ну как жирка моя будет готова, так сразу. Ты мне свой телефон напишешь? Пользуясь моментом, Катя установила скрытую камеру. А можно я тебе еще с Клепой сфоткую? Ну и парню покажу. Да, давай. Ну пальчика. Мари, понял? Все. Спасибо. Давай, пока, папа. Ой, здрасте. Здрасте. Это кто, Лера? Да так, ко мне по поводу собаки, подружка. Так. Ну, и что ты обо всем этом думаешь? Ну, Борис не случайно на Леру бочку катит. Рука у нее забинтована. Хотя говорит, что случайно чашку разбила. Но она действительно могла разбить чашку и порезаться. А бутылку она не могла разбить, а голову Ксении Ремезовой? Теоретически могла. Ну, смотри. Наш герой-любовник вышел из душа. Сделай погромче. Ну, что с тобой? Когда мы будем жить вместе? Пока не знаю. Ну, ты же знаешь, мне нужно быть семьей. Может, через пару недель. Сколько можно? Ты постоянно кормишь меня завтраками. Лера. Лера, умчи. Ну, теперь-то чего ждать? Жене твоей мужик уж явно не нужен. А сын взрослый проживут как-нибудь. Ну, все так. Сейчас просто не самый подходящий момент. Ну, я буду, буду с тобой, малыш. Ну, что, как там, Лера? Кать, сделай, пожалуйста, тоже чай. Требую, чтобы Анатолий жить к ним переехал. А разговор про беременность был? Не полуслова. А что, Лера беременна? Ну, со слов Анатолия, да. Ну, может быть, он просто нажал и сдает. Хочешь, чтобы я сам все проверил? А вы следователю об этом сказали? Скажу. Кстати, следователь – это внук моего бывшего сослуживца. Очень обрадовался, что мы будем помогать. И что уже известно? Значит так, Ксению ударили по голове где-то в 13-13.30. А в одном из бокалов был клоуфелин. Так может, Лера, это и ни при чем? Преступник хотел просто усыпить Ксению и тупо обокрасть квартиру? Да понимаешь, клоуфелин там в такой дозе, что преступник скорее рассчитывал на смертельный эффект. А Ксения пить не стала. Да, возможно, разговор ей был неприятен, она хотела его поскорее закончить. Возникла ссора, и преступник ударил его по голове тем, что у него было под рукой. А следы остались какие-нибудь? С бутылки из бокалов преступник отпечатки пальцев стер. А вот со штопора вины в пахах забыл. И вот эти отпечатки не принадлежат ни Ксении, ни Борису, ни Анатолию. А в криминальной базе они есть? Угу. Следователь обещал прислать нам на электронную почту эти отпечатки пальцев. Ну что, пойду пробегусь по соседям? Может, лучше мы? Не-не-не, за вами Лера. Надо раздобыть отпечатки ее пальцев. Борис Ремезов просит детектива Насонова выяснить, кто ударил его мать бутылкой по голове прямо у них в квартире. Ксения Ремезова в реанимации и не может дать показания. Борис уверен, что это сделала любовница его отца Лера. Детективы устанавливают за женщиной наблюдение. Мне очень неудобно. Алексею Викторовичу удалось встретиться с соседкой Ремезовых по подъезду и разговорить ее. Да-да, понимаете, это очень важно. Вот смотрите, вот ее фотография. Да, вы знаете, эта девушка частенько в последнее время тут крутилась, Ксению караулила, скандалы прямо на улице устраивала. А что ей было надо? Кричала, что у Ксении жить ей не дает, Анатолия не отпускает. А вчера она тоже здесь была? Да, вы знаете, я видела ее у подъезда, ей кто-то позвонил. И она как угорелая, побежала чай с ней половить. То есть вы не видели, была ли она в квартире Ремезовых или нет? Или она только собиралась войти, кто-то отвлек ее звонком, она была вынуждена убежать? Да, именно так. А во сколько это было? Ой, ну мы с малышкой, только вышли, значит, двенадцать с пол первого. Понятно. А больше вы ничего странного не замечали? Замечала. Смотри-ка, правда, Лера работает продавцом в крупном обном магазине. Слушай, а может позвоним туда? Интересно, вчера ее была смена? Алло, здравствуйте. Скажите, а вчера была смена Самойловой? Нет? А, хорошо. Значит, выходит, могла Лера наведаться к Ксении с бутылочкой венца. Да-да-да. А, вот она что. Спасибо. Ну что там? Вчера была не ее смена, но она заменяла подругу. Та позвонила ей в двенадцать, и в двенадцать тридцать Лера была уже на работе. Так, а ведь это алиби. Да, но шеф просил добыть ее отпечатки пальцев. Давай ты мне из интернета скачай фотографии с породы ее собаки. А я поеду к ней и скажу, что это моя жулька. Хорошая мысль. Заодно постарайся выяснить, беременна она или нет. Недавно к Ксении начал приезжать какой-то мужчина. Серьезный такой, на синем внедорожнике. А как давно это началось? Что за машина, может быть, в номер помните? Ну нет, зачем мне? А приезжать начал недавно, месяц-полтора назад. Может, друг семьи? Нет, не похоже. Знаете, однажды Анатолий его увидел, так такими словами разразился, что я даже подальше отошла, чтобы дочка не слышала. Спасибо вам большое, вы мне очень помогли. Я вам оставлю визитку, там телефон. Если вдруг что-то еще вспомните, или приедет вот мужчина на внедорожнике, вы тогда позвоните, хорошо? Хорошо. Спасибо. Всего доброго. После того, как Катя обработала отпечатки пальцев Леры, детектив Насонов пришел к Борису. Говорите скорее, Алексей Викторович, это она. Лера! Боря, я понимаю, тебе очень хочется, чтобы это была Лера, но неужели ты думаешь, что устранив девушку, ты решишь все свои проблемы? Нет, Лера никакого отношения к тому, что произошло с твоей мамой, не имеет. Вы уверены? Да. Во-первых, у нее алиби, во-вторых, отпечатки пальцев, на что при ней ее. А кто же тогда был с мамой? Пока не знаю, пока разбираемся. Скажи, а ты не знаешь, кто ездил к маме на синем внедорожнике? Не знаю, у нас вроде нет таких знакомых. Я о матери все знаю, мы друг другу доверяем, самое тайное. Кто? Открывай. Или скажи, и пусть выйдет, поговорить надо. Вы представьтесь сначала, и кому я что должен сказать? Я сказала, передай ей, пусть спустится. Кто она тебе, любовница, жена? Да идите вы! Подожди-ка, давай-ка спустимся и послушаем, что она вам скажет. А сама она где? Ты ее муж, да? А ты в курсе муж, что у тебя рога? Очень интересно, только вряд ли у меня. Это друг семьи, а я сын, если вы пришли к Ксении Ремезовой. Ты сын? Так вот, на, держи тебе сын, это вам семейный альбом. Откуда это? А ты у мамаши своей спроси. Но только вот передай своей мамаше, что я больше платить не буду и нечего меня шантажировать. А вы кто? Я? Маргарита Замарова, жена бизнесмена известного и политика Сергея Замарова. Так передай своей мамаше, что я все рассказала мужу, и он покаялся. Подумаешь, с тем не бывает, расслабился пару раз. Так вот, теперь он в бешенстве, я вам не советую с ним связываться, понятно? Подождите, постойте, вас шантажировали этими фотографиями, вы деньги заплатили? А вам какая разница, друг? Идите дружите дальше. Да минутку, всего минутку. Уберите руки, или я что, вызову полицию, а еще лучше охрану мужа. Да подождите вы, на самом деле я частный детектив. Я хочу во всем разобраться, но и вам так будет лучше. Ладно. Давай меня шантажировали. Фотографию принес какой-то мальчишка, я, наверное, Ксения на улице где-то его поймала. А вы понимаете, у меня муж бизнесмен и политик, ему к скандалу ни к чему. Я, естественно, заплатила. А кому деньги передали? На карту положила. У меня вам, по-моему, даже номер остался. Нужно? Обязательно. Хорошо, сейчас. О, Алексей Викторович, банковская карта оформлена на Анатолия Ремезова. Неожиданный поворот. Так, информация по Замарову Сергею Валентиновичу. Бизнесмен. Приехал сюда недавно. Долгое время жил на Сахалине. Хотя родился у нас. И согласно базе ГИБДД он владелец синего внедорожника. А может и правда Ксении и Анатоле шантажировали Замарова? Ну, придумали такую схему. Может им деньги нужны? А люди его круга обычно не церемонятся и действуют жестко. Люди его круга обычно сами не действуют, а нанимают исполнителей. А никого постороннего Ксения в квартиру бы не пустила. Да уж тем более за стол бы не посадила. Ну, в таком случае исполнитель это еще один свидетель. И он тоже может шантажировать. Ну, в общем-то верно. Устанавливаем наблюдение за Замаровым. Хорошо, сделаем. Федор узнал на сайте адрес фирмы Сергея Замарова и отправился туда. Сергей Валентинович! Сергей Валентинович! Сергей Валентинович, здравствуйте! Добрый день! Вы ко мне? Да. Меня зовут Федор. Я из Фонда защиты бездомных животных. Вы знаете, у нас замечательный питомник. У нас есть кошечки, собачки, вороны есть. Может быть, вы хотели бы взять кого-нибудь из наших питомцев для себя или для ваших детей? Они будут вам замечательными друзьями. Да нет, нет, мне не нужно. Спасибо. Может быть, тогда вы могли бы нам как-то помочь. Понимаете, у нас не хватает денег на еду, на лекарства. Ну, хорошо. Зайдите, я посмотрю, что можно для вас сделать. Спасибо, спасибо большое. Тем временем Алексей Насонов приехал в больницу, где лежала Ксения Ремезова. Я частный детектив, моя фамилия Насонов. Очень приятно. Что случилось? Вы же знаете, что Ксения Ремезова, у которой у вас на лечении находится, ее пытались убить, да? Разумеется. Вот, и если это сделал тот человек, на которого мы думаем, то, возможно, ее пытаются добить. Уже здесь, в больнице. Ну, это вряд ли. Тем не менее, я вас очень прошу, никого к ней не пускать. Если кто-то будет просить с ней свидания, спрашивайте у нее документы. Хорошо, я предупрежу охрану. Я тоже попрошу следователя обеспечить ей охрану, но, возможно, это не сразу получится. Спасибо вам большое. У вас есть расчетный счет? Да, да, конечно, есть. Десят тысяч у вас устроит? Конечно, устроит, да. Спасибо. Наши питомцы будут вам очень благодарны. Хорошо, подойдите к моему секретарю, она все запишет. Хотя нет, у меня сегодня отгул. Давайте я сам запишу. Давайте ваш расчетный счет. А, сейчас, секунду, вот, вот, визитка, вот, фонд защиты бездонных животных «Хотяко». Вот тут вот наши реквизиты, вот. Спасибо, сейчас. записал, ага, так, перечислил. А что вы там делаете? А то, Сергей Валентинович, я думал, вы действительно любите животных. А вы их носите. А это не ваше собачье дело. Получили бабки, скажите спасибо и проваливайте. А то я ведь могу и передумать. Спасибо. И до свидания. Ну что, не зря все-таки я сходил. Как-никак зверушкам помог. Растряс Замарова на 10 тысяч в пользу защиты общества жилов. Молодец я? Да тихо ты, молодец. Он с кем-то по телефону говорит. Не лучшее, но хоть какая-то динамика. Вот делай, что хочешь, а я должен туда попасть. Сегодня же. Торопится мужик? Боится, что Ксения придет себе и даст показания? Шефу, звоните. Подожди, подожди, подожди. Может, это просто по работе? Борис Ремезов просит выяснить, кто покушался на жизнь его матери. В ходе следствия удается установить, что у Ксении был любовник Сергей Замаров. Под подозрением его жена Рита. Более того, детективы предполагают, что и сам Сергей мог быть заинтересован, чтобы любовница замолчала навсегда. Да, Николай Иванович, слушаю. Алексей Викторович, вы просили, я звоню. Доктор сообщил, что в палату пытались пройти двое, муж Ксении и Сергей Замаров. Оба были очень агрессивны, поэтому охрана их не пустила. Спасибо. Большое спасибо, Николай Иванович. Ну что, наверное, пора. Сергей Валентинович, моя фамилия Насонов, я частный детектив. У вас не найдется минутки для встречи? А это по поводу Ксении Ремезовой. Все, договорились. Ну, в общем-то, Сергей Валентинович, я решил поговорить с вами на чистоту. Ну, в общем, получается, что вы первые подозреваемые. Как это? С чего вы взяли? А что вы делали у дома Ксении, когда было совершено преступление? Зачем вы в больницу приходили? Вы напрашивается один. Вы хотели устранить ту, которая вас шантажировала. Вот теперь попробуйте меня разубедить. Значит, вы про шантаж знаете. Оперативно. Только имейте в виду, что Ксения к этому не имеет никакого отношения. Ладно. А как же быть тогда с остальными вопросами? Ну, в больнице, во-первых. Я был лишь потому, что волновался, как она там. А у дома Ксении просто хотел поцеловать перед работой. И вообще, если бы я знал, что это все случится, я бы пленул на все свои дела. Так что же, Ксения ваша любовница? Нет, не любовница. А любимая женщина. Я когда-то по молодости сделал большую ошибку. Я послушал своих родителей и не женился на Ксении, которая была от меня беременна. Она родила я Борю, но это мой сын. А я уехал. А когда вернулся, я ее нашел, и она меня простила. Я ее люблю. А она меня. А вот как сказать об этом сыну, ума не приложу. Ну, допустим. Давайте вернемся к шантажу. Ведь кто-то же установил камеру в квартире, где вы встречались. Вот вы выясняете, кто это. Вы же детектив, не я. Скажите, а во сколько вы вчера оказались на работе? Значит, алиби интересуетесь. Ну, проверяйте. Я был вчера пол первого. Как раз в это время начиналось совещание. Я обязательно проверю. Скажите, а вот такие отношения с Ксенией вы собирались продолжать? Нет, конечно. Я хотел разводиться со своей. И Ксения рассказала мужу тоже. Но он не дает ей развод. Не дает ей развод? Странно ведь, насколько я знаю, у него любовница. В том-то и речи не знаешь, почему он держится за семью. А он знает, что он растет неродного ребенка? Конечно. Конечно, знает. Он меня терпеть не может. Да и Борьку ненавидит. И Ксению то же самое. Сергей Валентинович, тогда у меня к вам еще одна просьба. Если вас не затруднит, давайте дойдем до нашего офиса и снимем ваши отпечатки пальцев. Ну, чтобы уже все расставить на свои места. Да, пожалуйста. Хоть сейчас. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, что хорошего? О, на штопоре отпечатки пальцев Сергея Замарова. На каком штопоре? На штопоре, который обнаружен в квартире Ремезовых. На том самом штопоре, в котором вы открывали бутылку. Никаких бутылок на какой квартире Ксении я не открывал. Это во-первых. А во-вторых, во время покушения я был на работе. Это правда, я проверил. К тому же есть протокол совещания. Понятно. Хорошо. Тогда где вы открывали бутылку? Ну да, я покупал хорошее вино. Но мы Ксении пили совсем немножко там, где мы встречались. В квартире, где сделаны снимки? Ну да. Что ж, получается. Человек, который сделал фотографии, подбросил штопор, чтобы вас подставить. Так. Тогда вы быстро устанавливаете наблюдение за Анатолием Ремезовым. Быстро. Сергей Валентинович, вы напишите мне вот здесь адрес этой квартиры, телефоны хозяйки и мой вам совет. Не откладывайте. Поезжайте в следственный комитет, скажите, что вы хотите дать показания. Ну а как же... Сергей Валентинович, это надо сделать. Если все так, как вы говорите, вам нечего опасаться. Хорошо. Ну и зачем вы сюда приехали? Могли бы из офиса посмотреть. А вдруг они куда-нибудь пойдут? Ты, кстати, у Леры про беременность узнала? Конечно. Сказки это все. Выдумал Анатолий, чтобы следователь любовницу не затаскал. Да. Говорят. Куда это ты? Опять собираешься ночевать там? Лер, не начинай. Ты же знаешь, я сейчас не могу. Да? А когда ты сможешь? Толь, мне надоело. Когда мы будем жить вместе? Да будем, будем. Ты же знаешь, у меня сейчас на фирме не самые лучшие времена. Ну подожди немного, я все утрясу. Когда ты утрясешь? Буквально пару недель. Вот отдам долг и от нас отстану. После того, как Анатолий вышел от Леры, он встретился с каким-то человеком. Надеюсь, деньги привез? Слушай, Егор, нет, нужна еще неделя. Какая неделя? Ты что, издеваешься? Я и так всюду, ребят. Кваперин, пожалуйста. А с ручкой в две недели, пожалуйста. Егор пригрозил Анатолию, что если он не отдаст деньги через неделю, то сильно пожалеет. Иди. Я сам тебя через неделю найду. Давай. Записал? Молодец. Пойдем. Выходит, бизнес Анатолия еле дышит, и он должен кучу денег. Мы тут выяснили, что квартира Ремезовых принадлежит Ксении. Ей досталась она ей от родителей. Так что... То есть Анатолий на квартиру никаких прав-то не имеет? Вот почему он не хотел разводиться. Да, я тоже выяснил кое-что интересное. Расскажете? Попозже. Анатолий куда поехал? После встречи с Егором он поехал к себе домой. Ну, в смысле, в квартиру жены. Прекрасно. Чего вам? Нашли преступника? Ну, почти. Интересно. И кто он? А может быть, вы меня домой пригласите, а то разговор-то у нас будет долгий. Ну что ж, пожалуйста. Спасибо. У нас есть основания подозревать преступление. Старого приятеля вашей жены, Сергея Замарова, знаете такого? Что-то знакомое. Так вот, есть информация, что Ксения его шантажировала. А он известный бизнесмен, а теперь еще политикой занялся. Вот видите, я не зря подозревал кого-то из очередных ее любовников. Анатолий, у меня к вам просьба. Вы не могли бы поискать старые фотоальбомы своей жены? Ну, я хочу убедиться, что говорю о том человеке, о котором думал. Пожалуйста. Сейчас поищу. Пойдемте в зал. Там места больше. Смотреть удобнее будет. Проходите. Пожалуйста. Спасибо Анатолий, но альбомы можете убрать, они не понадобятся. Не понял. Мне нужно было просто на время вас удалить из кухни. Я уже во всем убедился. Не понял. Ну вы присядьте, присядьте. Так лучше будет, присядьте. Что ж, придется вам рассказывать все как ребенку. Вы совершили покушение на жизнь своей жены. Ударили бутылкой по голове. Я думаю, что вот в каком-то из этих чеков пробита та самая бутылка. Вы надеетесь здесь что-то найти после оперов? Так тем лучше. Значит, нужный чек уже находится в уголовном деле. Как докажете, что я покупал? Я смотрю, вы кредиткой расплачиваетесь. Так что доказать-то будет несложно. А может, я то вино покупал для любовницы и выпил его с ней у нее дома? Допустим. Но только в один из бокалов здесь, в квартире, вы добавили клофелин. А клофелин вам дал ваш кредитор. У нас есть запись разговора с Егором. Егор врет. Он хотел меня подставить. Ну зачем мне убивать свою жену? Ну ладно, жену, ну мать моего сына! Вы хотите сказать, мать ребенка Сергея. Ксения и Сергея решили снова быть вместе. А вы им не даете разводы. Потому что на вас огромный долг. А никаких прав на имущество Ксении вы не имеете. Это бред. Это правда. Часть денег вы получили, шантажируя Риту Замарова. Но она обо всем рассказала мужу. А Ксения вам объявила о разводе. Даже если допустить. Даже если допустить. Ну на что пойдет печатка Замарова? Ну это уж совсем просто. Вы же выследили квартиру, где Ксения и Сергеем встречались. Сняли ее сразу после них. Там забрали штопы. Сказки. Вас по фотографии опознала хозяйка квартиры. Я сейчас позвоню в следственный комитет. И мой вам совет. Сотрудничайте со следствием. Борь. Ну клиентам обычно я назначаю встречу у себя в офисе. Но он сегодня решил немножко отступить. Отправил. Почему? Вы же мне все рассказали про отца. Да нет. Я тебе не все рассказал. Я думаю, что Сергей Валентинович тебе расскажет все про отца. Да, Борис. Твой отец это я. Как это? Ты прости нас, мама, что сразу не сказали. Просто это долгая история. Я тебе обязательно расскажу. Но я хочу, чтобы ты знал. Я твой родной отец. Мне очень-очень жаль, что так случилось. Что меня не было с тобой столько лет. Спасибо вам, Алексей Викторович, за все. Теперь извините, мне пора в больницу к маме. Вы не переживайте. Ему просто нужно время, чтобы все стало на свои места. Анатолий Ремезов находится под следствием. Ксения развелась с ним и вышла замуж за Сергея. Борис в душе очень рад за маму. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я попозже буду. Я просто с утра в паспортный стол заехал. Да. Мужчина, скорее помогите. Она газ открылась, сейчас дом залетит на воздух. Я перезвоню. Кто она? Да бабка моя, у меня сил не хватает дверь выломить. Ну, пойдемте, пожалуйста. Дверь в квартиру? Нет, на кухню пойдемте. Бабушка, открой дверь, бабушка. Бабушка, открой. Тихо, в сторонку, в сторонку. Так, быстро, скоро. И что в доме есть? Нашатырь, йод. Скорая долго? Я сама медсестра, у меня все тут. Только быстрее. Вставайте, вставайте, вставайте. Где я? Ну, слава богу, вы вроде приходите в себя. Кто вы? Вообще-то, я частный детектив. Вы только не волнуйтесь, я не вора, не грабитель. Меня ваша внучка позвала. Сейчас она прибежит, и с вами все будет хорошо. Ой, что ж со мной-то. Только не уходите. Хорошо, хорошо. Не уходите. Бабушка. Господи, ты пришла в себя. Прекрати. А вы действительно детектив? Да, конечно. Варя, иди, а? Тебе нельзя, тебе сейчас нужен покой. Я сама знаю, что мне нужно. Я хочу с ним поговорить. Если что-то случится, крикните. У меня все украли. А вот, читайте. Это записка, которую нашли вы после моей... В моей смерти прошу винить воровку Надежду Кротову. Она украла у меня самое дорогое, любимого человека и память о нем. А давайте с вами все-таки познакомимся. Меня Алексей Завотова. Вера Дмитриевна Шалина. Да? Ну вот как жить? Вот скажите, как жить, когда тебя все предают? Внучка только и ждет моей смерти, чтобы квартиру заполучить. Любимого человека уводят. Вера Дмитриевна, вы все-таки попробуйте успокоиться. Скажите, вот кто такая Надежда Кротова и что у вас украли? Украла у меня брошь и Сереженьку увела. Это зараза. Надежда Михайловна Кротова. Так, а Сереженька это? Сереженька это мой любимый. Сергей Иванович Лысо. Мы 30 лет за него боремся. В смысле? Без всяких смыслов. Правда, она первая с ним познакомилась 30 лет назад. И я у нее его отбила. Но он всегда меня любил. А к ней бегал только из жалости. Но всегда ко мне возвращался. А сейчас, значит, он ушел к ней. Понятно. А при чем здесь брошь? Три года назад я пошла к цыганке. Ну, чтобы Сереженька уже никуда не бегал. Ну, чтобы он был со мной всегда. Чтобы она его приворожила. Ну, и цыганка мне продала заговоренную брошь. Продала за огромные деньги. Вы знаете, за 50 тысяч. И что, неужели помогло? Еще как помогло. За эти три года он ни разу никуда не бегал. Никуда. Мы даже расписаться с ним хотели. А что же вам помешало? Да я дура сама и помешала. Позавчера встретила Надьку в магазине. И говорю ей, не достанется тебе, Сереженька. Не достанется. У меня есть заговоренная брошь. Дернула меня. А вчера брошь пропала. И Сереженька ушел. А эта Кротова у вас дома была? Вчера. Мирица якобы приходила. Но я ее выгнала. У меня вот Варвара в это время была. Она может подтвердить. Потом мы с Варей пошли в магазин. А когда я вернулась, Сережиных вещей нет. Ладно. Я попробую вам помочь. Вот здесь визитка. На ней все телефоны. Ага. Хорошо. Хорошо. Знаешь, мне кажется, Южу понятно, что все эти угоны совершены одним и тем же лицом. Почерк-то совпадает? Ну, не знаю. Ну что, заждались? А у нас новое и весьма интересное дело. Значит, история такая. Две девушки, скажем так, бальзаковского возраста... Алексей Насонов рассказал своим помощникам о соперничестве Веры Шалиной и Надежды Кротовой в борьбе за внимание Сергея Лысого, а также про украденную брошь. А я думала, в таком возрасте только сериалы по телевизору смотрят или цветочки на окошке поливают. Кать, не зарекайся. Как говорят мудрые, любви все возрасты покорны. Так что Шалина в милицию-то не пошла? Боялась, что ее насмех поднимут. Ценности в броши вроде особо нет, только ее заговор. Ясно. И главный подозреваемый, естественно, Кротова. Но клиентка в этом абсолютно уверена. И Кротова оставалась одна в комнате. Ей там стало плохо с сердцем, и Шалин вместе с внучкой Варвары бегали на кухню за каплями. Ну, а где хранилась эта брошь? Брошь хранилась в шкатулке на полке взятию, в общем-то, секундное дело. Кстати, внучка клиентки, Варвара, тоже оставалась в комнате одна. Так, а у внучки были ключи от бабушки на квартиру? Со слов самой бабушки нет, но второй комплект ключей есть у Лысого. То есть, получается, и Лысов, и внучка могли украсть? Да, получается, что могли. Но у них и до этого было много возможностей это сделать. Но брошь пропала после единственного визита Кротовой. И, значит, поступаем так. Кать, ты вспоминаешь свое внештатное корреспондентское прошлое. Корочки остались? Естественно. Прекрасно. Рома, а ты пока собери всю информацию на Лысого. Кто там? Надежда Михайловна, здравствуйте. Я корреспондент местной газеты. Мы готовим статью о работе коммунальщиков. Может быть, у вас есть какие-то просьбы или пожелания? Да у меня столько пожеланий, им вовек не унести. Заходи. Не разувайся. Полледенючий. На кухню проходи. Ну так записывай, записывай. Этих алканавтов надо удавить. Без бутылки не подходи. А бутылку принес, все, свободен. Сколько раз я ходила к ним в этот джек и просила их, сбейте вы сосульки с крыши из балкона. Они мне говорят, сами сбивайте. Я что, скалолаз? А батареи горячие? Да какой горячий? Стал бы я при горячих батареях в доме в валенках ходить. Да вы попробуйте, они же чуть тепленькие. Да. Ну, пойдемте в комнате еще посмотрим. Ну, и в комнате пойдем попробуем, я покажу. Ну вот, ну вот, ну тоже, ну чуть тепленькие. Ну ничего, у меня теперь в доме настоящий хозяин есть, он мне и батарею поправит, и кран починит. Насонов приехал к Вере Шалиной за фотографию броши, которую она пообещала найти. Вера Дмитриевна, а вы обещали поискать фотографию с брошью? Я не нашла. Вы знаете, может быть, я что-нибудь перепутала, может, и не было никакой фотографии. Вы знаете, я ее очень редко надевала, потому что цыганка сказала, что так ее сила дольше сохранится. Тогда постарайтесь ее, ну, как-то детально описать форму, размеры, узоры, какие на ней были. Да никаких узоров. Ну, обыкновенная брошь, но вот сила от нее какая-то исходила, я это всегда чувствовала. Детектив Алексей Насонов спас от попытки самоубийства 60-летнюю Веру Дмитриевну Шалину. Она рассказала, что от нее ушел любимый человек Сергей Иванович Лысов, и одновременно с этим пропала заговоренная брошь, которая якобы привораживала к ней Лысова. Шалина подозревает в краже броши свою соперницу, Надежду Михайловну Кротову. Ну, душевно поговорила, попила чайку и камеру установила. Ну, продолжай наблюдение, а чем она сейчас занимается? Делает генеральную уборку, готовится к приходу своего отвоеванного, ненаглядного. Все, я понял, давай до связи. А вот и наш Ромео. Ильич, тебя покормить? Да подожди ты с этим, видишь? Ладно, все, отстань. Ну, ну, куда, куда, куда? Ну, направо-то дай, ну. Господи, ну кто же так играет? Ну, все куплено, а? Сереж, ты бы в ЖЭК сходил, а? Ну, с батареями же надо как-то разобраться. Да какие батареи, ты не видишь? Вон второй гол уже за... Иди ты со своими батареями. А я, между прочим, еще и порядок навела, если бы ты успел заметить. Где? Где? Где бумаги? Газеты? Куда? Где? Сереж, ну, они же старые, исчерканные все. Я их выбросила в мусорку. Ты мусора выносила? Нет, я не успела еще. Ну, так неси сюда, скорее. По башке бы я этим ведром. Что это он так разволновался? Ну, вот. Никогда, слушай, никогда не смей трогать мою... Ну, все, проиграли. Дай-ка сердце, капли какие-то. Ой. Сережа, ты не волнуйся. Я тебя очень люблю. Ты, главное, береги себя, пожалуйста. Слушай, еще успею, наверное. Так, часа два меня не будет. Часа два. Ну, ужинать ты, ты придешь? Роман по заданию Насонова собрал сведения о Лысове. Ну что, Лысов Сергей Иванович, 59 лет. Трудится в нашем театре, рабочем сцены. После Кротова я отправился в спортбар. Ну, знаете, там, шум, гам, дым, коромыслом я туда заходил. Так вот, Лысов кричал едва ли не громче всех. Он настоящий фанат. Молодым форы даст. Ну и фрукт, а дальше? А дальше он зашел к себе. У него есть своя однушка недалеко от Шалиной. В таком допотопном доме, знаете, народная стройка. Ну, понятно, понятно. Ну, так вот, квартирка у него под стать дому. Такая же развалюха. Это я с соседями разговаривал. Да и не живет он там. Так захаживает. Ну что, не густо. Тогда поезжай к дому Шалиной. С тебя наблюдение за ее квартирой. Да, Катя. Алло, Алексей Викторович, я думаю, вам срочно нужно сюда приехать. Так, а в чем дело? Ну, сначала к Ротовой пришла Варвара, но она работает на этом участке медсестрой и делает Кротовой уколы. А сейчас подъезд зашла Шалиной, и вид у нее разъяренной фурии. Я выезжаю через 10 минут, буду. Пишу. Спасибо тебе, Варенька. Что бы я без себя делала? Ну, представь себе, как за каждым уколом в нашу поликлинику таскаться. Надежда Михайловна, это моя работа. Вы посидите лучше, а то, может, голова закружится. Спасибо, детка. Звоня, открой, пожалуйста, будь добра. Вот она. Посмотрите на нее. Разлучница. Где? Где моя Сереженька? Бабушка, прекрати, пожалуйста. Нет, Варень, Варень, пусть говорит. Послушай, как твоя бабушка честных людей позорит. Я тебя еще на суд свидетелем позову. Послушай. На суд? Это на какой суд? Это на тот суд, где вот таких вот развратниц судить будут, да? Которые у честных женщин мужей уводят и брошек крадут, да? Никакой он тебе не муж. И никогда мужем не был. А на твои броши плевать я хотел. Да мы заявление хотели подавать. Да податри ты своим заявлением. Что? Что? Мы заявление подадим сами, понимаешь? Но тебя я на свадьбу не позову. Да я тебе квартиру спалю. Я тебя в тюрьме сгною, бабушка. Ох. Ох. Вот вы-то мне и нужны. Идемте. Идемте. Вам нужно срочно ее арестовать. Это она. Вера Дмитриевна, вы успокойтесь. Вы что собираетесь делать? Я все поняла. Это она. Это она. Понимаете? Нам нужно только попасть в квартиру. Вера Дмитриевна, вы мне сейчас куртку порвете. Успокойтесь. А, я согласен с вами пойти в квартиру Кротовой. При условии, что вы успокойтесь и будете вести себя прилично. Хорошо, хорошо. Я буду вести себя при... Я буду вести себя прилично. Да. Да. Я все поняла. Надежда Михайловна, откройте, пожалуйста. Я частный детектив. Моя фамилия Насонов. Я занимаюсь пропажей броши у Веры Дмитриевны. Я вас уверяю, мы только поговорим. Это гораздо лучше, чем визит к следователю. Вера Дмитриевна обещала вести себя смирно. Надежда Михайловна, я забыла у вас свой чемоданчик. Держите ее. Чтобы она не бросилась на меня, как бешеная собака. У Веры Дмитриевны пропала серебряная брошь. Она ей очень дрожила. А я тут при чем? А брошь пропала после вашего визита к ней. Да. Вот. Вот это то пальто. Самое пальто, в котором она ко мне приходила. Вот. Ну, приходила. Ну, ничего не брала. Ты можешь обыскать всю квартиру. И вот если ничего не найдете, я тогда тебя засажу за клевету. Что вы стоите, обыскивать? Обыскивать! Ну? Что, Надя? Что? Вот теперь тебя точно посадят в тюрьму! Вера Дмитриевна, мне надо с вами поговорить. Давайте выйдем. Хорошо. Надежда Михайловна, что с вами? Вот. Уходите, я позабочусь о ней. И приступ скоро пройдет. Вера Дмитриевна, давайте начистоту. У меня большие сомнения, что это та самая брошь. Какие сомнения? Та брошь. А кто это может подтвердить? Как кто может? Я. А вам что, мало моего слова, что ли? А у вас есть с собой бумага? Зачем? Ну, заявление будете писать. Зачем? Доставайте. Алексей Викторович решил получить отпечатки пальцев шаленой шариковой ручки. Вот. Тетрадка. Пишите. Заявление. Я, Шалина, ВД. Прошу провести экспертизу броши. Пожалуйста, подождите. Шарик. Броши, изъятые у Кротовой ММ. Дата подпись. Отпечатки пальцев с авторучки и отпечатки пальцев на салфановом пакете, в котором была завернута брошь, идентичны. Ну, кто бы сомневался? Ну, получается, это Вера Дмитриевна подложила сверток с брошью в пальто у Кротовой, когда приходила к ней ругаться? Пока ты занимался отпечатками пальцев, я в интернете нашел точную копию броши, которую положили Кротовой. Так вот, вещь совсем не старинная. На сайте завода-изготовителя написано, что партию таких брошек изготовили в прошлом году. Так что завтра с утра придется мне навестить Веру Дмитриевну. Утром следующего дня Насонов зашел к Шалиной и потребовал объяснений. Простите меня. Простите меня. Это все от отчаяния. Вы прощения будете просить у Надежды Михайловны? Сейчас я вас к ней отвезу. И вы ей все объясните. И учтите. Это непременные условия, если вы хотите, чтобы я и дальше с вами работал. Хорошо. Хорошо, я уже одеваюсь. Хорошо. Только я позвоню сейчас Варваре, потому что мы с ней договорились встретиться. Конечно. Только еще один вопрос. А брошь у вас на самом деле пропала или это тоже фантазия? Она правда пропала. Ну, поверьте мне. Ну, видите? Видите? Нету. Детектив Алексей Насонов расследует дело о похищении у пенсионерки Веры Дмитриевны Шалиной заговоренной серебряной броши. Шалина уверена, что кражу совершила ее соперница Надежда Кротова, чтобы переманить к себе их общего возлюбленного Сергея Лысова. Лысов действительно ушел от Веры сразу после пропажи броши. Шалина пытается подставить соперницу, но Насонов выводит клиентку на чистую воду. Роман наблюдал за квартирой Шалиной. Алло, Алексей Викторович. В квартире Шалиной только что побывала Варвара. Ух ты! Так ведь у нее же нет. Ключей? Ну, выходит, есть. Да, сюрприз. А что она там делала? Взяла что-то в серванте. Сейчас выходит из квартиры. Давай за ней, не отпускай ее ни на шаг. Что, что-то случилось? Нет-нет, все в порядке. Текущие дела. Привет. Я была у нее, ничего серьезного не нашла. Так, мелочи. Ну, что значит, тут покусь и забудь. Она запросто могла все перепрятать. Хорошо, хорошо, я не буду. Ну, не сердись. Ну, хорошо. Давай больше не будем об этом. Ты правда сейчас не можешь приехать? Ну, смотри, ты еще не знаешь, какая я транжирую. Столько денег у меня еще никогда не было. Что? Ну, начну сначала с магазинов. Куплю себе. А вот все, что захочу, то и куплю, да? Тут какой-то странный тип, и я тебе перезвоню. Роман наблюдал за Варварой. Девушка уже два часа ходила по магазинам. Ты меня убьешь. Я купила пальто, два платья, кучу разных безделушек и всего много-много-много. Ой, тут, по-моему, опять этот тип. Нет, я, наверное, опозналась. Нет его. Что? Что теперь? Ну, а теперь я, солнышко, пойду в спа-салон на три часа вечером, ты меня не узнаешь. Так, ну и что мы имеем? Я была в поликлинике. Варвара действительно работает медсестрой. Зарплаты мизерные. Еще подрабатывает уколами, но это тоже не так много. Ну, так что не зажигуешь. Да, и при этом полдня уже таскается по дорогим магазинам. Кучу вещей уже себе накупила. Одно пальто, я думаю, тысяч на двадцать потянет. Если не больше. Интересно, откуда у Варвары деньги? Может быть, она бабушкину брошь продала? А где она сейчас? Она сейчас в спа-салоне заказала себе кучу процедур. Пилинг, массаж, загар, в общем, по полной программе. Зажигают медсестры. Еще тысяч десять. Ну, значит так. Ром, ты наблюдаешь за Варварой после спа-салона, а ты наблюдаешь за Шалиной. Ты кто? Что тебе нужно? Почему ты следишь за моей невестой? Денис, ты только его не убей! Говори, а то голову размажу. Я помощник частного детектива. Мы расследуем дело о пропаже броши у вашей бабушки. Удостоверение в кармане. А почему я вас раньше не видела? И почему вы за мной следите? Так, ты везешь сейчас нас к этому своему детективу. И если выкинешь какой-нибудь крендел, я тебе башку оторву. Где машина? Веди, Шерлок Холмс. Это что за безобразие? Почему этот хмырь увивается за моей невестой? Подожди, Денис, это они. Извините нас, но мы ничего не понимаем. Что значит извините? Те, не те, мне вообще все равно. Я требую объяснений, почему, по какому праву он весь день ходит за моей Варей. А давайте сейчас попробуем успокоиться. Может, вы пройдете? Чай хотите? Нет. Варя, а может быть, вы представите нам своего спутника? Это мой жених Денис Голубев. Он работает на Севере по вахтам. Вернулся из очередной командировки. Через месяц у нас свадьба. Подождите, я не понял, кто здесь кого допрашивает? Я требую объяснения, что здесь происходит. Понимаете, какая ситуация? У Вариной бабушки пропало дорогое украшение, брошь. А вот у Варя появились деньги на дорогие покупки. Да это я дал Варе деньги, чтобы она наконец-то почувствовала себя человеком и моей невестой. Тогда такой вопрос к вам, Варя. Вы сегодня были в квартире у бабушки и что-то оттуда взяли. А можно узнать, что? Я боялась, что она захочет повторить попытку самоубийства. Я искала сильно действующее лекарство. Взяла упаковку снотворного. Ну, так, на всякий случай. А вы как узнали? А как же вы попали в квартиру? Бабушка говорит, что у вас ключей нет. Ключей я сделала год назад. У бабушки был сильный приступ, и врачи никак не могли попасть в квартиру. Пришлось залезать в квартиру через балкон от соседей сверху. Пойдем отсюда. Я надеюсь, больше ваши помощники не будут увиваться с аварией. Иначе пусть запасаются йодом и костылями. Какой горячий молодой человек, хотя и с севера. Клиентка. Слушаю вас. Алексей Викторович, не нужно больше никаких расследований. Все разрешилось. А вы что, нашли брошь? Да бог с ней сброшью. Просто Сережа назначил мне сейчас свидание. Он возвращается. Ну, если вы хотите, чтобы мы прекратили работать, я готов к вам приехать и все обсудить. Хорошо, хорошо. Обязательно созвонимся. Обязательно. А сейчас я уже убегаю. Всего доброго. До свидания. Хорошо, созвонимся. Шалин уходит на свидание. Квартира остается пустой. Надо посмотреть, что там происходит. Нифига себе. Откуда цыганка-то взялась? Как с неба свалилась. Черт, хоть бы космос своей причесала. Лица-то не видно совсем. Так, смотрите, уходит. На кухню пошла. Деньги сперла. А интересно, что она в кувшин-то накапала? Тогда надо срочно узнать. Я еду к Шалиной. Мы не успеем проследить за цыганкой. Да, кто бы мог подумать. А вы все-таки попробуйте, подумайте. Вера Дмитриевна, что-то случилось на вас лица прям нет. А он не пришел. Мы договорились с ним встретиться на нашем обычном месте в парке. Я его прождала полчаса. А он потом извинился, сказал, что плохо себя чувствует. Не придет. Ну, это не самое страшное, что может быть в жизни. Поправится, а значит, еще одну встречу. Вы думаете? Ну, конечно. А вот у меня для вас еще одна новость. Только давайте к вам поднимемся. Давайте. Давайте. Вера Дмитриевна, а вы посмотрите, вот за ваше отсутствие больше ничего не пропало. У вас было что-то еще ценное? Деньги. Деньги. 50 тысяч. Последние. Варьки на свадьбу собирала. Так кто же это сделал? Алексей Викторович, пожалуйста, принесите, пожалуйста, воды на кухне. Насонов вовремя спохватился и не стал наливать воду из кувшина. Что? Что теперь будет? Кто это сделал? Как жить? Я одинокая. Я одинокая. Нищая. Брошенная старуха. Ну, зачем вы так? Я почти уверен, что знаю, кто это сделал. Вы его только пока заявление в милицию не пишите, потерпите до завтра. А она будет для меня завтра? Ну, конечно же, будет. Зачем так пессимистично? И вашего вора мы поймаем. Вы побудьте дома. Никому дверь не открывайте, кроме меня. И у меня к вам еще одна просьба. А можно я возьму ваш кувшин с водой из кухни? Ну, на время. Да делайте, что хотите. В воду подмешали... Детективы провели анализ воды из кувшина. Убить не убьет, но часов в 10-12 проспишь. Ну, что-то подобное я и предполагал. Пойдем, тогда делаем так. Так, ну, все, чего у нас. Маскарад окончен. Это ты? Вера, Вера, я все объясню, Вер. Ну, конечно, объясните. А деньги и брошь, это то, что вы до этого взяли, да? Да, Се. Ну, я сегодня выиграл. Я выиграл большие деньги. Я сразу пошел, выкупил брошь и вернул тебе, Вер. И деньги принес. А если бы не выиграли, последние бы забрали? Это же тотализатор. Вот там один человек в спортклубе сказал, что это сто процентный выигрыш. И я взял эти деньги. Все, сто процентный выигрыш. Вы бы себя со стороны послушали. Вы себе жизнь ломаете. И вы-то себе уже наиграли на уголовную статью. Сто процентный выигрыш. Давно играете? Ну, по-серьезному, месяца два. Маскарад из театра, да? Ну, да. Ну, мне Надя сказала, что ты наняла детектива. Ну, я подумал, жучки поставят, камеры. Ну, тут поставили же камеры. Так с волками-то жить. Как ты мог? Ну, как ты мог? Ой, Господи, как стыдно. Сережа, ну, я же тебя так любил. Вера, ну, и я тебя люблю. И я тебя люблю. Я же хотел, вот, все вернул, вернуться к тебе. А зачем уходил? Ну, уходил. Уходил, и ты бы узнал вот про брошку, про деньги. Ты бы спросил, а я бы не мог ответить. Ну, прости меня, дурака. Прости ради бога, Верочка. Ну, прости ее. Ну, значит, так. Он у меня ничего не брал. Вы поняли? Да уж как тут, не понять. Лысов снова вернулся к Шалиной. Вера Дмитриевна с помощью лучшего психотерапевта пытается вылечить Сергея Ивановича от игромании. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...